Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – 9-е заседание Совета атаманов Украины и заседание Синодального отдела по делам пасторной опеки Казачества Украины. В гостях у нас сегодня архиепископ Запорожский и Мелитопольский Владыка Лука, вице-президент Всеукраинской Федерации СПАС и президент областной Федерации СПАС Константин Анатольевич Рыжов, Верховный атаман Общества Казаков Украины, Войско Запорожское, Александр Владиславович Панченко. Добрый день, мы пригласили вас на эту пресс-конференцию для того, чтобы осветить то событие, которое пройдет 31 августа. Событие важное и знаковое не только для нашего региона, но и для всей Украины. Мы часто говорим о том, что за 22 года мы до сих пор не имеем национальной идеи. И говорим о том, что на какой основе должна возрождаться, на каком менталитете должна возрождаться наша держава, строится наша держава. Я думаю, для запорожцев ответ один и четкий. Это казачество. Казачество, колыбель казачества, это наша запорожская сечь. Поэтому вот знаменательно, что эти события пройдут у нас здесь, в Запорожье, возле знаменитого дуба. Дуб, который славен своей историей, который является символом возрождения казачества, становления казачества. Поэтому отрадно отмечать еще то, что мы восстанавливаем традиции. Казак — это не только человек в форме. В форме у нас милиционер, в форме у нас военный, но вот особенность казака — это то, что он еще является православным человеком. Ведь не зря казаков называли рыцарями православия. Поэтому невозможно разделить казака от православия. Почему сегодняшняя пресс-конференция вместе проходит и духовенство, и представители казачества? Почему 31-го будет проходить Рада Атаманов и заседание Синодального отдела? Потому что мы возрождаем традиции. Мы, я имею в виду, в первую очередь запорожцы, возрождаем эти традиции. Мы должны быть образцом развития казачества во всей Украине. Поэтому и приглашаем со всей Украины атаманов и священников, которые отвечают за пастырское кормление казаков на территории той епархии. Сейчас, на сегодняшний день, уже подтвердило свое присутствие 22 представителя епархии. Мы должны все понимать, что некоторые регионы прислали ответ, что у нас нет казаков, у нас нет формирования казачьих, хотя с этих регионов будут представлены атаманы. Вот эта совместная работа, которая будет проходить возле нашего запорожского дуба, она является для нас еще и именно работой. Не просто мы приехали, собрались, покрасовались, о чем-то поговорили. Это будет работа, направленная на формирование мировоззрения казака. Я говорю о синодальном отделе. Некоторые думают, что такое синодальный отдел. Я вот хотел бы сравнить синодальный отдел с композитором. То есть композитор пишет музыку, а оркестр или исполнитель исполняет эту музыку. И вот поэтому мы не вмешиваемся в работу казачьих организаций, так скажем. Мы не указываем им, это делайте или не делайте, но мы даем моральную оценку тем или иным действиям. Мы стараемся внести именно духовную составляющую во все события, которые проводят казачьи организации. И мы рекомендуем. Поэтому для нас очень важно вот сейчас, что мы планируем обсудить. Внутренний устав. То есть внутренний устав — это не устав юридического лица или организации, а именно устав, как должен жить, формировать свое мировоззрение настоящий казак. Мы должны обсудить новую присягу, форму присяги. Заключить договора. Вот здесь уже, да, юридическая часть, как бы, то есть пообещать друг другу, что мы обязуемся выполнять определенные условия. Именно вот единство должно быть. И важно, что церковь берет на себя вот обязанность быть тем объединяющим началом в столь разрозненном сейчас казачьем движении. Оно разрозненно. Есть, так скажем, свои точки зрения, но мы пытаемся объединить хотя бы в первую очередь тех, кто готов идти с нами вместе и готов формировать истинное казачество, именно истинное казачество и по форме, и по внутреннему содержанию. О девятом заседании Совета атаманов Украины подробнее попросим рассказать Константина Анатольевича. Рады казацких атаманов Украины, они проходят в разных местах. И вот девятая выпала на Запорожье, и запорожское казацство, встречающие атаманов, казацкие атаманов Украины, решило провести эту раду біля Запорожского дуба. По-перше, это очень символично, потому что под семь дубов начинал свою визвольную войну Богдан Хмельницкий. И сейчас историко-культурный комплекс Запорожский дуб находится в управлении Украинской Федерации СПАС, которая берет на себя функцию принятия и проведения, безусловно, организации проведения рады на историко-культурном комплексе Запорожский дуб, где будет надана возможность и Синейдальному отделу провести свои заседания, и окремо раду казацких атаманов. И в программе цего заплановано также после заседания встречи, такое коло казацких атаманов, на которое запрошено керевничество области, глава Запорожской областной державной администрации, глава Запорожской областной ради, мэр города Запорожья, для встречи с казацкими атаманами Украины. Мы, конечно, хотим показать те напрацювания, которые у нас, и после закинчения основной частини будет выступ, ну, выстава, точнее, театра казацкого боя «Запорожский спас». Ну, для того, чтобы подкреслить, что боевой звичай казацкий пришел звицей из-за пороги по всей Украине. Подробнее о законе казачестве расскажет Александр Владиславович. Это не первая попытка создать добоваримый законопроект и провести его через Верховную Раду. Четвертое. По тем или иным причинам в разные года сами казачьи организации сделали все для того, чтобы они даже не рассматривались, в общем-то, в этом сессионном зале. Вот поэтому попытки той или иной, пусть даже крупной организации всегда, мы прекрасно это понимаем, будут наталкиваться на сопротивление других организаций. Поэтому и создана была Рада Атаманов Украины. И вот, девятый раз уже будут собираться. По сути, это единственный легитимный орган общеказачьего управления Украины. Потому что ни одно из заседаний ни разу не срывалось. Насколько не сложна была бы внутриказачья обстановка в стране, ни разу. И даже провели общеказачий всеукраинский съезд, и все получилось. То есть, это говорит о том, что сами атаманы и большинство казаков уже понимают, что в одиночку мало что можно сделать. И писался этот законопроект с учетом разных мнений. Более того, несколько раз собиралась рабочая группа. Если бы не было вот такой большой подготовительной работы, то, скорее всего, законопроект просто 31 числа атаманы не приняли бы. В любом случае, 31-го будут определенные дискуссии. Это понятно. Слишком разное казачество в Украине, слишком разное. Но, тем не менее, тот текст, который мы сейчас, в общем-то, вынесли на рассмотрение, а мы его вынесли заранее. То есть, его электронкой всем членам Рады Атамана Украины, а это руководители всеукраинских и международных казачьих объединений, они уже не смогут сказать, что, извиняюсь, вы вынесли тот текст, который мы не читали, или что-то где-то в этом плане. То есть, они уже будут дискутировать по существу. Собственно, законопроект, он достаточно компромиссный. И в нем золотых гор не предусмотрено. Там предусмотрены понимания, как говорится, нескольких вещей. А именно, кто такой казак, как должна строиться казачья организация, ее отношение с государством и отношение между собой. А также, и это плюс именно этого текста, определены общеказачьи органы управления, которые нам сегодня необходимы. Прежде всего, впервые прописано понятие всеукраинской Великой Рады, более-менее прописана позиция по Гетману. Понятие или персоналия Гетмана попало в законопроект. А также прописаны те структуры, которые уже государство будет, как говорится, внедрять в казачество, а именно определенный исполнительный орган Кабинета министров по делам казачества, его региональные отделения. Отделы, управления, ну там уже законодатель сам определит форму взаимодействия. Теперь вопрос, а зачем это надо? Ну, я вам скажу так. По данным компетентных органов, как говорится, в Украине свыше 350 тысяч казаков. Они находятся в 52 всеукраинских и международных, и более тысячи местных казачьих организаций. Самая различная палитра. Вот здесь Владыка уже сказал, смотрите, в 22 епархии, как говорится, прислали своих священников, они работают с казаками, а некоторые дали ответ, а у нас нет. Так это не потому, что там казаков нету, просто там те казаки, они, скажем, относятся к другой конфессии. Или вообще используют экзотические, как говорится, такие моменты, как, знаете, неоязычие составы, но вот все то, что с этим связано. Вот эта вот огромнейшая палитра, самая различная, сегодня все это море называется казачеством. Государство не может, я прекрасно понимаю, не может дальше спокойно относиться к тому, что огромное количество людей, которые достаточно шумны, где-то активны, ищут свое место в социуме. Запорожская область может всем дать нормальный ответ, как должно существовать казачество в 21, ну хотя бы в начале 21 века. Многие проблемы, над которыми бьются наши коллеги в соседних областях, в нашей области решены. Ну потому что здесь уже работает третья областная программа развития казачества Запорожского, потому что многие вопросы по взаимоотношению между казачеством и областной, а также с районными властями у нас давным-давно решены. Понимаете, вот это тот положительный стержень, который позволяет сегодня нам, говорить нашим коллегам, ребята, не надо изобретать велосипед, делайте, как мы, и у вас будет результат. А если имеете уши и глаза, то посмотрите, как оно работает на отдельно взятой запорожской территории. Даже тот процесс, когда три крупные всеукраинские организации, которые есть в Запорожской области, в 2009 году сели, посидели, и мы создали объединенное войско Запорожское. Это говорит о чем? Это говорит о том, что когда люди занимаются делом, то спорить по пустякам нет смысла и времени. Поэтому вот и в этом отношении Запорожье показывает, как позитивно, бесконфликтно можно вместе работать, вместе создавать, как говорится, новый образ современного казачества. Ну и сюда нужно добавить те результаты, которые демонстрирует современное казачество Запорожской области, они позволяют достаточно, как говорится, серьезно смотреть на это явление. У нас не надо возрождать казачество, оно уже давно возрождено. У нас его развивают. Смотрите, мы единственная область, где есть региональные государственные награды. Целый пантеон. А именно, еще с 2007 года есть медаль «Козацкая доблесть». Есть высший орден «Запорожская слава». С прошлого года работает трехстепенной крест за развитие запорожского казачества. Это те награды, которые не казаки сами себе вешают на грудь. Нет. Это те, которые идут через наградной отдел, через облгосадминистрацию. И на наш профессиональный праздник, 14 октября, в День Покровы, губернатор вручает лучшим казакам, которые действительно заслужили своей активной работой в течение года. Такого нет нигде. Ну и очень много таких примеров. Вот такой пример, я просто предваряю, потому что иногда ваши коллеги спрашивают, а что это там казаки нацепили себе полную грудь, как говорится, вся грудь про войну. Знаете, есть такое не очень хорошее выражение, но оно справедливое. И мы тут обязаны, как говорится, это просто принять. Так вот, в нашей области с этим как бы покончено давно. Здесь мы навели порядок, и мы предлагаем другим областям также работать в этом отношении. Потому что если казак активно работает на своей территории, а ему есть чем заниматься, это военно-патриотическое воспитание, адресная подготовка к службе. И вы знаете, что именно в Запорожской области уже 20 лет работают школы джуры. Это и охрана общественного порядка, особенно в сельской местности. И только в КВЗ они 18 спецдружин на территории Запорожской области. И очень неплохой результат. Это говорим не мы, это говорит областное управление внутренних дел. Это и развитие казацкой экономики, это и развитие казацкой культуры, традиций и культуры. И здесь тоже нам очень много, как говорится, есть что сказать. Вот Спас, как говорится, активно в этом плане работает. Наши ансамбли работают, книги мы издаем. Вот смотрите, буквально сегодня мы получаем, как говорится, тираж новой, как говорится, книжки, посвященной десятилетию специализированного казачьего лагеря молодежного братства, Крым-Сич. Вот 10 лет проходят эти лагеря, и вот в этом году в августе только закончился, как говорится. Мы выпускаем книжку. А буквально через две недели мы будем выпускать еще одну книжку, посвященную 790-летию славянской катастрофы, трагической битвы на реке Калка. Там, где войско смогло убедить и построить поле славянского мужества. Это Розовский район, как бы. Вот в этом году круглая юбилейная дата 790 лет. Там это дело. Вот такие вот примеры, понимаете, это же можно посмотреть, это можно пощупать руками. Это можно просто-напросто взять к сведению не как красивая фраза, прозвучавшая из уста Тамана, а как факт сегодняшней деятельности казачества. Вот все это нам есть, что предложить нашим коллегам. Показать, что ваша деятельность во многом шумная и бестолковая, она сегодня уже просто вам самим уже надоела и не нужна. Вот если вы хотите быть уважаемыми людьми на своей территории, то делайте вот так вот приблизительно, как говорится, как делаем мы. Если есть вопросы, мы расскажем, покажем, объясним вот таким вот образом. Но та законодательная база, которая есть у нас на территории области, не дает развиваться нам дальше. Одна область, это еще не вся Украина. Вот почему мы инициируем действительно о том, чтобы законопроект как можно быстрее стал законом. Потому что у наших коллег в Российской Федерации федеральный закон о государственной службе российского казачества принят 5 декабря 2005 года. Вот сегодня они демонстрируют, что они за 8 лет, как говорится, смогли сделать. У соседей это практически государственная структура. Понятно, что во многом мы можем сравнить и посмотреть, поучиться на ошибках наших коллег уже как бы за рубежом. Есть и хорошо работает в Приднестровье казачий закон. Неплохая законодательная база у белорусов. У нас пока этого закона как бы нет. Есть постановление правительства, но закона нет. А нельзя, чтобы многочисленная и достаточно шумная такая вот, будем говорить так, сообщество людей не было регламентирована. Все-таки какие основные противоречия вот между казачьими объединениями? Что мешает единству? Исторически так сложилось, что единое казачество на территории современной Украины было только лишь очень небольшое количество лет. И это в истории. Ну смотрите, был гений Петр Канашель Сагайдачный. Он смог. Но это было всего несколько лет. Вот кстати, именно его гениальная деятельность, она историками до конца еще не оценена. Это плохо. Но в какой-то мере может быть положительным то, что есть задел на будущее действительно оценить эту фигуру. Его деятельность привела к тому, что Крымское ханство при его преемнике Михаила Дорошенко почти на 10 лет попало в вассальную зависимость от войска Запорожского. Как вам нравится такой исторический пассаж? Так было. Хотинская битва показала мощь современного запорожского казачьего. И второй тоже небольшой такой вот период был при Богдане Хмельницком. Все. А дальше вы знаете. Реестровые, нереестровые, надворные и прочее. Левобережные, правобережные. То есть так было и раньше. Это, извиняюсь, к сожалению, наша ментальная, наверное, болезнь. Вот так, где, не случайно же в народе, да, вот эти вот все поговорки, где три казака, там четыре гетьмана, ну и такие вот дальнейшие моменты. То, что в 21 веке, ну, собственно, это болячки 20 века. Смотрите. Разная конфессиональная принадлежность. Вот вам серьезнейшая уже проблема. Вадораздел. Мы в московский патриархат, а не киевский патриархат. Кто-то там в рунвиру ударился или в другие неоязыческие, как говорится, ответвления. Кто-то вообще чуть ли не в греко-католике. Это проблема? Да, это проблема. Далее. Политическая разновекторность. Назовем это так. И ментально, исторически ментально. Вот мы вас не хочем обачить, и бы вы не такие. А мы вас не хотим видеть, потому что вы не казаки, а вы там то-то, 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 то-то. Все. После этих слов очень сложно людям садиться за один стол, да, и о чем-то договариваться. Вот поэтому Рада Атаманов Украины и существует, потому что мы за скобки вывели вот эти особо тяжкие внешние раздражители. Удалось. А, кстати, я вам напомню, самая первая Рада Атаманов прошла 17 декабря 2011 года. И прошла она у меня в Генеральной канцелярии. И вот тогда 31 моих, как говорится, коллег, согласились с вот такими общими правилами, что если мы собираемся, то мы обсуждаем только казацкие проблемы или одну из казацких проблем. Не говоря, ты хороший, ты плохой, ты работаешь, ты не работаешь, ты туда ходишь, ты сюда ходишь. Вот это все мы вывели за скобки. В противном случае никогда не договорились бы и не сели за один стол. Александр Владиславович, скажите, пожалуйста, а привлекали ли вы к обсуждению законопроекта именно депутатский корпус? Есть ли у вас лобби в депутатском корпусе в парламенте? Ну, я скажу вам так. Предыдущий текст предыдущего законопроекта вообще, по сути дела, писался вместе с народными депутатами. Это правда. А сводился он в кабинете у товарища Мирошниченко, знаете, народный депутат, представитель президента в парламенте нашем. То есть Юрий Романович непосредственно, самое техническое даже, как бы, к этому имел отношение. Понятна позиция героя Украины Вячеслава Александровича Бауслаева, который, понимаете, не ради конъюнктуры, а все эти, даже не 22, а значительно больше, лет, как говорится, эту тему не упускает из вида. Да, с народными депутатами, как говорится, предыдущего созыва работали. Кстати, тот текст, который тогда наработан был, мы взяли за основу сейчас. Мы только осовременили некоторые, как говорится, вещи, некоторые статьи, а по сути на 85% это старый текст. Ну и ждем вас 31 числа. В 14 все соберутся вместе. И я вам скажу так, на одной площадке будет заседать синодальный отдел, вот под руководством нашего владыки, на другой площадке будут заседать атаманы, потом в 14 под навес все вместе, приедут те же самые народные депутаты, и мы проведем, как бы, заключительное, не очень продолжительное по времени кола, об этом сказал, вот, как говорится, мой коллега Константин, и резолюцию вы заслушаете, посмотрите. Мы как раз и будем от лица атаманов, церкви, вот, заручаясь поддержкой местной власти, давать такой своеобразный наказ нашим народным депутатам, чтобы все-таки они донесли этот текст туда, как говорится, до сведения своих коллег, ну и как максимум приняли закон. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok